На территории Нижегородской области на небольшом участке протестировали сеть 5G. Регион включен в число пилотов по распространению 5G интернета, поэтому нижегородцы станут одними из первых, кто получит доступ к скоростному интернету. Сейчас о сроках говорить преждевременно, потому что решается вопрос в том числе по финансированию на федеральном уровне. Но этот проект включен в новый национальный проект экономика данных, который сейчас готовится и в ближайшее время будет принят. Сейчас с точки зрения реальной потребности мы все-таки концентрируемся именно на 4G, на усилении покрытий на федеральных автомобильных дорогах, в малых населенных пунктах, там, где еще нет 4G. Населенных пунктов, в которых нет интернета, с каждым годом все меньше. Но тем не менее такие территории еще есть. Мобильный интернет может появиться в тех сельских поселениях, которые выберут нижегородцы посредством голосования. Проголосовать можно двумя способами. Через портал Госуслуги или направив письмо по почте России в адрес Минцифры Российской Федерации. При этом в письме можно оставить несколько голосов, каждый из них учтут. На Госуслугах есть видеоинструкция по голосованию. Населенный пункт должен отвечать ряду требований. Требования простые. Первое требование – это население в данном населенном пункте по данным переписи от 100 до 500 человек. Второе требование – это чтобы там действительно не было на текущий момент какого-либо оператора сотовой связи. То есть по факту действительно отсутствует интернет. Формируются в ходе этого голосования планы по строительству базовых станций 4G на 2025 год. Но и планы по строительству, которые были на 2024 год, они продолжаются. То есть сейчас ведутся работы по строительству базовых станций. Проект «Карта жителей Нижегородской области» реализуется на территории региона совместно с Министерством цифрового развития и связи. Карта жителя – универсальная пластиковая карта, совмещающая в себе несколько функций – платежной, транспортной, скидочной карты и пропуска в учреждения партнера проекта. Владелец карты, авторизовавшись через Госуслуги, может посмотреть доступные льготы и проверить начисления. Карта доступна нижегородцам и в виртуальном режиме. Доступна возможность оплатить проезд с помощью карты жителя, в том числе с транспортным проездным или льготным проездом, виртуально, с помощью своего смартфона на основе платформы Android при поддержке NFC. Транспортный сервис вообще в карте жителя очень популярен и на самом деле удобен. Когда у тебя есть одна карта, с которой ты ходишь в различные учреждения, получаешь какие-то сервисы и в том числе оплачиваешь проезд, в том числе имея льготу. Например, школьник, который имеет право льготного проезда, может иметь одну карту, с которой он проходит в школу, которая оплачивает питание и в том числе оплачивает проезд транспорта. Если в какой-то территории есть проблемы с качеством сотовой связи, теле- и радиовещания, можно напрямую обратиться в Минцифры области через соцсети, написав в личные сообщения группы. Можно направить в министерство и официальное письмо. У министерства также есть платформа обратной связи на госуслугах. Продолжение следует...